Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже третью неделю, третий понедельник, мы с вами стремимся разобраться с детской нейропсихологией. Казалось бы, при чем здесь вера, при чем здесь передача «Просто о вере» и вообще и детской психологии. Но на самом деле мы уже много-много раз говорили, я это подчеркивал, что вера — это не только про наши отношения с Богом, да больше того, откуда этим отношениям взяться, если у тебя непростроенные отношения с людьми. Мы все прекрасно с вами знаем заповедь «Возлюби ближнего как самого себя». И мы все время подчеркиваем, что это такой треугольник с вершиной вверх, что прежде чем полюбить ближнего, необходимо полюбить себя самого. А полюбить себя самого — это не только холить, лелеять свое тело, кормить его деликатесами, одевать его в дорогие одежды, но и в том числе знать себя, понимать себя, чувствовать себя. И поэтому, конечно же, передача «Просто о вере» — это еще и передача «Просто о человеке», о таких антропологических исследованиях и наблюдениях. Мы учимся понимать себя для того, чтобы войти в подлинные, настоящие, в здоровые, в крепкие отношения. Сначала с самим собой, потом с людьми, а через это выйти на уровень отношений с Богом. Вот такая преамбула к сегодняшней передаче, в которой мы вновь встречаемся с кандидатом психологических наук Тамарой Анатольевной Фирсовой. Здравствуйте, Тамара Анатольевна. Здравствуйте. Тамара Анатольевна, мы анонсировали в прошлый понедельник, что сегодня мы поговорим тоже о детстве, тоже о детях и с позицией усталости современных детей. Я замечаю по своим детям, у меня есть школьник, одна школьница, которая ходит в школу, другие учатся на семейном обучении, двое, и двое пока еще подрастают. Я вижу, что вот когда-то, я не знаю, может быть, это наша ошибка была родительская, когда мы посчитали, что ну вот перед нами такой комок потенциала, серпантин в скрутке. Мы его сейчас как выдернем, он как разовьется, все в нем закипит, поэтому мы тебя и в кружок художественный, и вокал, и скрипка, и плавание, и школа, и вообще занимайся всем, чем хочешь, а в результате получили как будто бы некую скуку во взоре, усталость во взоре. Иногда некоторые родители, приходя в храм, жалуются на то, что ну ничего не увлекает ребенка, что бы мы ему не предлагали, что бы мы ему не рекомендовали. Либо он в лучшем случае просто скучая говорит, ну как вам, дорогие родители, хочется, я конечно пойду, исполню вашу волю, а в худшем начинаются истерики, начинаются гневные какие-то швыряния на пол, и так далее, и так далее. Вот начнем сегодняшнюю нашу встречу с вопроса, это вообще штука 21 века, или с такой скукой, усталостью, истощением дети сталкиваются во все времена, и это про неправильные родительские установки? Да, вопрос хороший, я бы сказала, что это штука в большей степени 21 века. Почему? Потому что динамика жизни возрастает, раз, это первый фактор. То есть, почему мы хотим и в кружок, и в секцию, и еще, и еще, и еще, и еще? Потому что наша жизнь, в первую очередь, взрослого человека, она динамична. И кто-то зарабатывает деньги, кто-то там, соответственно, просто увлечен своей карьерой, потому что сейчас масса возможностей даже для нас, для взрослых людей, проявить себя. И получается, что динамика очень высокая, мы также задействуем у ребенка в такую же динамичную жизнь. Второй фактор – это, ну и сюда же, многозадачность, одновременно очень много чего. И тот же самый телефон, который мы не выпускаем из рук, потому что у многих там работа, а у многих это еще и общение. И вот это вот все совмещая, это просто каша получается. А дальше, сюда же, так как, значит, много возможностей для взрослых, ну и, соответственно, для детей, нам действительно хочется реализовать вот этот вот уровень развития высокий, чтобы у ребенка был, реализовать его как можно вот этот уровень успешности, уровень притязаний, да, чтобы был выше. И то есть, действительно, нам кажется, что мой ребенок самый лучший успешный и должен быть в том и в том и в том. Опять же, это наши родительские установки, они действительно здесь играют роль. Это второй фактор совокупности с первым, с динамикой. И третий фактор – это технологии. Технологии – это как раз то, что сейчас у нас подпитывают и первый, и второй. То есть мы, не выходя из дома, не выходя из компьютера, можем увидеть все возможности, куда мы можем ребенка отдать, куда мы можем сейчас что-то сделать, да, и, соответственно, одновременно и заказать что-то по интернету, там, и покупки сделать. То есть вот это все мы собираем в одном, так скажем, ну, в один пазл, наверное, да, и эти три фактора, подпитывая друг друга, дают нам как раз тот результат, что ребенок пока еще только формирующийся, только развивающийся, у которого еще нестабильная нервная система, у которого еще, может быть, нет четкой вот этой вот картины мира, да, которую мы должны изначально предложить спокойную, размеренную, четкую, что за что отвечает, кто куда идет, для чего. Вот этот вот цикл, да, периодичность, цикличность, этого нет, потому что вот эти три фактора, они просто в одну кучу собраны, и ребенок, соответственно, истощается. И я думаю, что как раз тогда, когда в ранних передачах мы упоминали советское время, я пришел из школы, я почувствовал себя, я вообще понял, что что я хочу. Я хочу пойти во двор и поиграть. Возможность такая есть, да. И, соответственно, не было гаджетов, не было телефонов. И мы играли во то, что мы хотели, а другой мне предложил то-то. А я не знаю эту игру, но тогда я, наверное, подумаю и разберусь в ней, да. Все, мой мозг работает, он работает на мое тело, на мои чувства, на мои мысли. И, соответственно, разгрузка идет на другом уровне. Сейчас как бы разгрузка идет через планшеты, телефоны, компьютеры. Кажется, что разгрузка идет. На самом деле это еще большая загрузка, потому что смена картинок, быстрая, как в планшете, как в гаджете, так и в жизни, она не дает разгрузиться нервной системе ребенка. Вот немножко личного. Мы, значит, с первым ребенком, с дочкой, которая сейчас учится в седьмом классе, допустили, конечно, фатальную ошибку, что, когда она у нас пошла во второй класс, там был экспериментальный класс, в общем, изначально была вроде бы установка на то, что никаких телефонов в классе, вот, что они, даже если они есть, они сдаются учителю в самом начале учебного процесса и выдаются в конце. Она пришла с, ну, такой легкой претензией, что у всех есть, а у меня нет. Мы допустили ошибку, ей купили. Сейчас у нас там стоит родительский контроль, то есть это ограничение не больше часа, вот, четкий отбой в 21.00, чтобы не сидела она после, вот, не нагружала себя перед сном. С другими детьми мы не купили, мы не допустили такой ошибки, у них нет. И они как-то абсолютно нормально это, адекватно воспринимают, что, ну, вот, у Лизы есть, а у нас нет, и нормально. Это первый момент. Второй момент, мы очень часто, и да, и я все чаще наблюдаю, что вот, например, сейчас старшую уберем в сторону, а вот этим вот, у которых гаджетов нету, им тоже скучно. Вот я удивляюсь, когда, например, захожу в комнату, их там четверо, им там скучно. Вот, это первый момент меня изумляет. Второй момент, я вспоминаю сразу же свое детство, ну, конечно же, у нас сами соловьи пели звонче, солнце светило ярче. Я вспоминаю, что у меня там, например, на день рождения, или там на Новый год дарили одну единственную игрушку, вот у меня не было безумного обилия игрушек, и мне не было с этой игрушкой скучно. У этих много игрушек, и они не умеют играть, они не умеют устраивать ролевые игры, они не умеют, вот, казалось бы, коробка кубиков. Вот. Я слышал, что, например, кубики в стиле лего, они не очень полезны, потому что они, ну, как сказать, четко по схеме и не дают фантазировать. Но мы покупаем кубики, которые без инструкций, и все равно скучно. Как преодолеть эту скуку, скажите, пожалуйста. Да. Доктор. Да, да, да. Вылечить. Ну, на самом деле, да, это вот еще чуть-чуть прям пару фраз про то, что откуда опять. Вот именно, что много игрушек, много смена их. То есть есть визуальный контент. Сейчас дети все на визуальной системе, анализаторной, да, сенсорной системе живут. И получается, что не скучно это когда одно, второе, третье, четвертое, пятое. Что в планшете, что в игрушках. И даже когда дни рождения, аниматоры, один, второй, третий, все думают, какие аниматоры, каких позвать, каких еще не видели и так далее. То есть получается, что опять нет вот этого глубокого погружения в какое-то одну спокойное, размеренное почувствование себя, чувствование объекта или человека рядом стоящего, или живущего, или взаимодействующего с тобой. А есть вот это вот поверхностное, да, то есть переход поверхностный с одной на другой объект. И, соответственно, быстрее это все присыщается. Да, то есть это вот опять про такие причины. Как преодолеть? Это вот опять про стоп. Стоп, мы тоже об этом упоминали ранее. Ну, опять же, наверное, где-то родительский в первую очередь. То есть если дети не умеют друг с другом, так скажем, играть, выстраивать ролевые отношения, то их нужно этому научить. То есть получается, что сейчас повсеместно так, да. И поэтому они друг от друга тоже не могут взять вот этой глубины, концентрации внимания, допустим, какой-то определенный, ну так скажем, контекст какого-то сюжета, выстраивания из чего-то мелкого, да. И тогда, ну, самое простое, это нужно найти там 15 минут, да. Я всегда родителям говорю, а это же правда сложно. Нам-то сложнее родителям перестроить свою жизнь и свою семейную систему и вдруг что-то вот показать детям глубину там, да. Тем более, когда много деток, да, и очень много задач перед нами стоит. То есть мы просто берем 15 минут в день и вот тут уже по ситуации либо со всеми детьми, либо отдельно, либо с кем-то, либо от кого-то начать, а тот зарядит потом других, да. То есть у каждого своя здесь ситуация. И в эти 15 минут просто ставить себе какую-то задачу. Ну, например, условно найти на елке игрушку, ну, может быть, у кого-то из советского детства, какой-то сюжет, или просто нет сюжета, ради бога, снегиря найти и проговорить при него. А почему снегирь? А почему, а какая грудка у него какого цвета? А давай мы про этого снегиря составим рассказ. А давай мы его нарисуем. А давай мы его напечатаем, если постарше ребенок. Вот тот же компьютер, но только в продуктивное русло. А давай мы напишем, а давай мы письмо напишем другому там брату, сестренке и так далее. А давай мы квест сделаем от каждого ребенка к другому. Ну, это я сейчас фантазирую, вы понимаете, да, просто варианты накидываю. То есть какой-то квест и ему задание, он тебе, он следующему и так далее. И то есть их вовлечь в какую-то такую деятельность, которой у нас сейчас просто нет реально. Но это наша все-таки задача. Это задача взрослого, потому что если мы себе не скажем стоп, не остановимся, и вот пусть на 10-15 минут и не предложим что-то такое вот, да, более глубокое, но это заинтересует. Это должно заинтересовать детей. Просто, ну, как бы это должно быть систематически или в какую-то, ну, обертку вот такую квестовую, современную представить. Я вот, наверное, допустил немножечко ошибку, что с самого начала не прояснил. Вообще скука и усталость. Это мы обычно, ну, слышим, и как будто бы синонимичные вообще эти явления. Они синонимичны, они о разном, они как причина следствия одного другого. Или это вообще вещи не связанные, скука возникает сама по себе, усталость, истощение возникает сами по себе. Я думаю, что это взаимодополняющие моменты. То есть с точки зрения, например, усталость, с точки зрения нейропсихологии, это как раз истощение нервной системы. И, а как она истощается? Она как раз истощается через масса бесконечных кружков секций, школы, домашних заданий и прочее. И плюс еще гаджеты. Да, когда вроде бы все, я наконец-то пришел, выдохнул, нужно расслабиться, но я не тело свое чувствую. Это не массаж, это не какая-то физическая разрядка, это не какая-то эмоциональная история. Порой даже не сенсорная. Вот даже вот у нас сейчас хорошее такое покрытие. Это сенсорное для нас. Это тоже подпитка. То есть когда мы дотрагиваемся, это подпитка того, чтобы наш мозг работал. А когда я устал до такой степени, и тут же мне планшет, и, соответственно, это еще больше истощает. И поэтому усталость, это истощение нервной системы, исходя из тех факторов, о которых мы сегодня говорим. А скука – это следствие, да, следствие, которое либо рядом идет параллельно и взаимодополняет, либо, соответственно, к ней мы уже приходим, потому что меня тяжело зацепить, меня тяжело чем-то увлечь, потому что я устал. Да. А еще вот скука, я смотрю вот по некоторым детям, иногда по своим, она рождается как реакция на проигрыш. Вот, то есть мы сидим, например, играем в какую-нибудь настольную игру, скажем, которая особенно, ну, типа монополий, например, которая требует, во-первых, она долгоиграющий результат, во-вторых, не факт, что если ты там, скажем, сразу попал на какие-то поля, где надо там заплатить, надо расставаться там с недвижимыми и так далее, что продолжая работать, скучно, все, вот мне нужно либо победить сразу, начать побеждать и так далее, то есть вот связаны ли эти вещи и как они, собственно говоря, помогают, как можно помочь ребенку преодолеть страх неудачи, экзистенциальный ужас перед неудачей, вот, чтобы он, например, понял, что мир может быть многограннее и интереснее, если ты сам ему это разрешишь таковым быть. Да, здесь опять же, если я не выиграл и нет какого-то определенного действия, опять, это статика, это просто вот я должен сесть и подождать, ничего вокруг не происходит и мне скучно, это даже, скорее, пока не про проигрыш, а вот просто потому, что я должен просто сидеть, вот это невозможно. И тогда как это можно дать, вот если это в процессе игры, без истерик и без каких-то, ну, вот, нежелания там играть, потому что вот я проиграл, нет, это в процессе, тогда можно дать одному ребенку, который, в принципе, подвижный, ему можно дать там, ну, там, на мяче или на подушке балансире такой посидеть, то есть под попу положить и условно он будет немножко двигаться, и это его затормозит вот в этом действии. Или в руки что-то дать, колючий мячик, шарик, да, или какие-то там, ну, не знаю, мех, какую-то шерстинку, да, для того, чтобы это тоже сенсорно подпитало его. И просто говорить о том, что мы играем, и это тоже в процессе игры есть такой момент, но для того, чтобы тебе было легче, мы даем тебе опору. То есть вот эти опоры нейропсихологи предлагают очень активно. То есть мы не говорим все, сидеть, я сказал, да, то есть нет, ждать, да. Играть и наслаждаться. Потому что мы же понимаем, что это действительно общая тенденция, раз. Плюс это может быть на нервную систему завязана ребенка, это два. И раз такая реакция есть, значит, мы ему просто даем опору, но цель мы все-таки достигаем. То есть он цель все равно сидит и играет, продолжает с нами, да. Это с точки зрения, вот если в процессе. А если про неудачи и про опору как раз и про формирование вот этого, ну, успешности и формирование того, что я не буду расстраиваться, если я проиграл, да. То есть это такой длительный путь. Очень у многих детей, опять же, это завязка на нервную систему, они очень эмоционально реагируют, что если проиграют, и тогда это наша опять задача взрослого. То есть это те самые нейронные связи, которые формируются постоянным, постоянным, таким устойчивым, да, взаимодействием с ребенком, когда прям можно заякорить определенные фразы. Мы, например, предположим, что так в жизни бывает, там, ну, не всегда все получается. Ну, то есть мы это не директивно говорим и не с точки зрения, нет, там, успокойся, да, успокойся, ты тоже, по сути, не чувствуешь, да, что ты там, вот, это та же самая установка, да. Мы это не… Тебе не обидно, тебе не больно. Да, тебе не обидно, не больно, да, не чувствую, не чувствую. Да, я понимаю, что тебе больно. И психологи очень часто так мы и говорим, мы отзеркаливаем вот эти вот чувства ребенка, и говорим, тебе больно, тебе неприятно, ты боишься проиграть, там, даже он еще не проиграл, а уже предвосхищает, да, но это же не самое страшное. Я знаю одного папочку, который все время заякорил фразу, ну, это какая-то его из его детства, что, ну, ты же не корову проигрываешь, да. И вот, но на эту фразу ребенок пошел, потому что это было сказано не один раз, потому что он говорил это тоном, которое вот с взмахом руки, что, да, это вот ерунда. Да, ну, и потом это работало, да, и потом эта фраза, она уходит уже в глубинное понимание, когда ребенок взрослеет, что, ну, на более осознанном другом уровне, что это не про корову, конечно, а про то, что в жизни всякое бывает, вот. И я всегда тоже рекомендую родителям говорить, ну, так вот, обсуждая фильмы, книги, там, какие-то реальные ситуации, да, что, смотри, ну, все в жизни бывает. Бывает у человека, у той же учительницы хорошее настроение, плохое, да, а вот от чего у нее может быть хорошее настроение, там, какое-то хорошее событие у нее утром, да, а от чего может быть плохое, да. И вот она, может быть, покричала или поругалась не потому, что опять ты плохой, а у нее так бывает, то есть так в жизни бывает. Или асфальт у нас после дождя грязный, там, с лужами, с грязью, а на другой день асфальт на солнышке светится, там, какими-то вообще разными, там, красками, блестками и так далее. То есть вот это понимание того, что жизнь разнообразна, многообразна и много есть тонкостей, это нужно тоже прямо с самого раннего возраста, прямо с дошкольного возраста. Вот когда в три года сформировалась целостная картинка хотя бы бытового уровня, да, то дальше вот когда мы начинаем рассуждать, что хорошо, что плохо, вот тут прямо нужно рассказывать и создавать даже, может быть, какие-то ситуации, чтобы ребенок об этом порассуждал и видел. И что действительно, если даже кто-то закричал, то это, ну, как бы не твоя проблема. И если что-то там потерялось, ну да, неприятно, но это не смертельно, потому что я всегда тоже говорю, в жизни здоровье самое главное у человека, да, что есть. Вот, поэтому... Вот почему-то эти все фразы, они действительно хороши, но они вот не всегда работают с ребенком. Особенно когда он, например, плачет, он вообще ничего не готов слушать, слышать. Сколько бы ты аргументированно, спокойно и со взмахом руки не произносил. Вот тут вот какая все-таки должна быть реакция? Здесь, смотрите, о чем я говорю, когда вот эти рассуждения, это не в момент истерики, это не в момент, это в обычной жизни. И в истерике не факт, что это сработает в первый, второй, там, третий раз. Просто когда в истерике, вернее, даже я всегда рекомендую родителям до истерики считать этот момент. Опять же, да, мы же знаем своих детей, мы знаем, что он не любит проигрывать. И тогда до этого момента сказать эту фразу. Даже если сегодня и завтра это не сработает, то при постоянном вот этом воздействии, да, то, соответственно, это будет работать. Другой вопрос, что мы просто же тоже переживаем, тревожимся, когда ребенок плачет. И мы не всегда постоянно это говорим, ну, ту же самую фразу. У этого папы, у него была четко просто своя вот эта история, и он спокойно, не сильно реагируя на детские слезы, это просто говорил. Поэтому она и сработала. То есть мы ловим момент до этого, говорим стоп, да, и в обычной жизни мы это проговариваем. И, кстати, да, родители многие говорят, что в обычной жизни он аргументированно соглашается, а в момент этого он не может преодолеть себя. Но, как говорится, вода камень точит. И если мы в обычной жизни раз, два, пять, или на примерах брата, сестры, или мультика, или фильма, или еще что-то, а вот помнишь, мы с тобой разговаривали? Вот, он смотри, как смог сделать. То есть вот эти нейронные связи мы закидываем в разные вот эти моменты, и, соответственно, у ребенка все равно когда-никогда выстрелит. Просто психология, нейропсихология, это не такая история, что таблетку выпил, голова прошла. Это постоянная устойчивая работа. И чем больше и длительнее она это будет устойчивее работать, при нашем спокойствии, конечно же, внутреннем, тем быстрее это сработает у ребенка. Мы уже как-то в одной из передач произнесли, я произносил фразу, что все мы родом из детства. И вот к вопросу о скуке и усталости, и ваш слоган мне, кстати, это слоган вашего детского центра мне очень нравится, что у счастливых родителей счастливые дети. Соответственно, мы можем эту цепочку продолжить. То есть у не скучающих родителей не скучающие дети, у отдохнувших родителей отдохнувшие дети. И вот в связи с этим вопрос, потому что нас могут смотреть не только люди с детьми, могут быть уже вырастившие детей, может быть уже занимающиеся внуками, а может быть просто бездетные, но о себе тоже стремящиеся что-то понять. Вот они, например, сидят и думают, а я ведь тоже скучаю. Хотя я взрослый человек. У меня, условно говоря, возможностей больше. Я захотел и вышел из дома, захотел и пошел туда, но не хочу. Во-первых, встречали ли вы уставших, скучающих взрослых? И самое главное, как вы скучающим, уставшим родителям помогаете стать не скучающими, чтобы осчастливить их детей? На самом деле встречаем и очень много сейчас. И это так же, как мы про детей говорим, что откуда дети берутся? От нас же от родителей. То есть, получается, уставшие, выигревшие, мы даже часто говорим, мамочки чаще, кто вот и тут, и там, и с детьми, и если еще что-то неполадки, я внутренне у меня, я сама не имею опоры, как я могу это дать детям? Да, такие родители есть. И тогда это тоже к вопросу про осознанность, про то, что найдите в себе ресурс, найти. Когда приходят ко мне с подростками, например, 15 лет и говорят, ну тоже, вот не зацепить ничем, вообще ничего не интересно. Я говорю, ну как будто бы время просто упущено, надо было тогда искать. Вот тогда. Но в то же время, как мы говорим про взрослых, что всегда есть место развития, и взрослые все-таки более высокого уровня осознанности, там нет эмоциональных качелей, как у подростков. То есть всегда говорим, найдите в себе ресурс. Найдите, измените ситуацию. Опять же, как я говорила, 15 минут в день для ребенка, то здесь вы просто 15 минут побудьте в тишине. Вы почувствуете тело, вы почувствуете ощущение, что вам бы хотелось. Просто это за семью печатями, что называется, чаще закрыто. И когда говорят, ничего, ну это да, запущенный условно случай, но все равно, либо тогда к специалисту обратитесь, либо, ну кто-то говорит, не пойду я к специалисту, пойду к подружке, вот она меня зажигает, ну окей, давай к подружке. Но тогда получается, что любые варианты мы используем, но чтобы себе 15 минут уделить, и хотя бы пока не для расслабления, а для понимания себя самого, да. И перестроить, многие же родители говорят, ну да, я вот сейчас такой западне, тут вот мы с родителями со своими живем, и там вот очень много всего. А когда психологи семейные начинают говорить, ну давай, разъедьтесь, там разойдитесь, там как-то папа с ребенком, мама с дочкой, ну то есть вот, а это невозможно. Вот это невозможно, это значит, я не допускаю изменений в своей жизни, значит, ну как бы осознанности уровня еще нет. Значит, я не могу, не дошел до того уровня, чтобы, соответственно, ну изменения в жизни произошли. То есть нет слова «не могу» и не получается, и слово «не хочу». Да, получается, что так, да. Или «не могу», оно есть, но оно не… Значит, человек не готов. Он не готов просто к этому, да. И поэтому возможно все. На самом деле, мы недавно на конференции слышали, значит, коллегу нашего, да, там врача-невролога, остеопата, который говорит, у меня слоган висит, все невозможное возможно, ну в кабинете. И, да, но она это говорила с точки зрения даже болезней, да. Это тогда, когда врачи отказываются от больного, да, раком, а он выздоравливает каким-то образом. И вот я очень-очень близка к этой позиции, что просто когда мы как бы не можем, значит, мы просто не готовы. Нет каких-то окошек, нет дырочек, нет ресурсов, чтобы вот мы что-то поменяли в своей жизни. Не так много времени остается. Да. Когда мы, хорошо, мы хотя бы вышли на преддверие осознанности, мы поняли, что мы на самом деле не можем, не получается, а мы не хотим. У нас какие стратегии-то есть? Принятие вот этой своей немощи, что я не могу. Как вариант. Вот. Или же вот более конструктивная, какая может быть стратегия? Более конструктивная, это все-таки пытаться что-то делать, но тем ресурсом, который доступен. То есть, если я не хочу, не могу, значит, я не готов. И если он говорит, нет, точно нет, ну, значит, нет. Значит, мы тут, как говорится, догнать и причинить добро, психологи, да, это не очень хорошая тактика, да. Но если человек хоть чуть-чуть говорит, я хочу, но не могу, но вот это вот хочу, это уже лазейка, тогда просто найти своего специалиста, найти свой подход там психологический, или даже пока не психологического специалиста, да, какого-то другого. И тогда это все равно может дать лазейку к изменениям. Любые маленькие изменения потянут за собой глобальные. Ох, Тамара Анатольевна. Ну, время подходит к концу, хотя оно еще немножко есть, но надо как-то резюмировать, наверное, весь наш цикл встреч. Мне вот кажется, что мы сумели. Вообще, я вот здесь очень часто, не в первый раз делаю акцент для наших зрителей на фразе «Были замечательные муж и жена, отец Михаил и матушка Наталья Шик». Они жили в начале 20 века, прошли репрессии, прошли тюрьмы, лагеря. Но дело даже не в этом, а дело в том, что они очень-очень взрослыми вступили в брак. Вот. И есть двухтомник дневников как раз матушки Натальи, которая, ну, описывала, что очень сложно мне, взрослый, было приживаться к другому взрослому, и ему было сложно. Но мы поняли главное, пишет она, мы поняли главное, что мы обречены договариваться. Вот. И мне вот эта фраза настолько нравится, что я ее в той или иной степени, так или иначе, обыгрываю. Потому что, на самом деле, если заглянуть вглубь Евангелия, вообще вглубь нашей христианской веры, она зиждется на обучении и на диалоге. Вот. То есть, мы вступаем в разговор с Богом, мы ждем, что вступит в разговор Он с нами. Мы вступаем в отношения с людьми. Все заповеди, они, в общем-то, про то, как простроить отношения с самим собой и с людьми. И как выйти к счастливой, гармоничной, радостной, нескучной жизни. Мне кажется, что мы, ну, какие-то такие вешки, пусть широкими мазками, но мы смогли в наших трех диалогах это обозначить. Спасибо вам огромное. И вам спасибо большое. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся в следующий понедельник на том же месте, в тот же час. Присоединяйтесь. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова